меня зовут евгения жук я являюсь студентка четвертого курса юридического факультета бгу уже здесь я живу четвертый год и сегодня хочу рассказать как мы живем ну мы заходим вход нашего общежития это такое место где первокурсники начинаются знакомства с ним вот наверное начну с вахты потому что каждый студент проходит через нее у нас есть пропуск и обязательно и пропускной у нас режим 6 до 12 для студентов юридического колледжа потому что они несовершеннолетние до 10 часов вечера вот это наш актер олега владимировна познакомьтесь пожалуйста мы с ними работаем 24 часа сутки мы следим за пропускным режимом за нарушениями но если дискотеки идет он очень сильно но мы же мы же понимаем что же были молодыми делом замечания пойдем дальше я вам предлагаю пройти в рай каждого первокурсника и любого студента старшего курса в нашу столовую замечательную всегда есть супчик всегда и смотрите сколько видов у нас котлеточек разных гарниров у нас и до салатики на выбор всегда какая-то выпечка все они сами это готовят сейчас мы пойдем с вами кабинеты нашей администрации педагогического состава общежития когда мы заселяемся ребята обязаны сюда подойти чтобы оформить время регистрацию дальше у нас здесь кабинеты воспитателей вот у нас например вера виктор наш воспитатель бывают проблемы с соседями например первая-вторая смена там будильник громко звонят поговорить с соседями то есть очень разные воспитатели решают проблемы студенты которые приезжали приходили раньше они немножко были в бытовом плане более устроенные более адаптированные банально не могут пожарить яйцо приходится быть мамами кем угодно мы заходим к нашей заведующей общежитии чем если мы анатолию если что-то уж случается какое-нибудь прям непредвиденное обстоятельство конечно же мы решаем сначала сами его но если вдруг это стихийное бедствие стихийное бедствие меня каждый раз когда я прихожу на работу 8 утра полдевятая и мне докладывает дежурный по общежитию значит эти поздно пришли в 005 эти там пришли не совсем в таком состоянии всех ознакомливаем с правилами проживания есть на китайском на английском на туркменском пожалуйста все для вас процедура заселения заканчивается тем что мы получаем белье вот зоя николаевна наша и студенты ну как бы должны очень бережно относиться потому что мы понимаем что это не на один год зоя николаевна всегда очень к нам добродушна всегда очень как бы не откажет там что-то поменять вот когда полотенце ругаете если в конце года не находите понятно что не пить не курить кальяна не хранить нарушаем ну конечно же состояние полгольного опьянения нельзя прийти что вообще такого рассказать самовольные перестройки бывают в общежитии в день тоже на фирму понимать что они находятся вместе так скажем не на своей территории полностью все равно это университет это тоничный зал на ребята сюда приходят записаться в журнале вот играю здесь проводят время я вам предлагаю пройти в наш мой блог это мой блог у нас как квартир чтобы вы захотите вот мы но это я привезла полку для удобства у нас здесь вешалка зеркало ковер это я сама привезла для уюта можете приходить вот ну очень большая комната на самом деле два шкафа ну то есть огромные шкафы все огромное пойдемте вам покажу вообще что как здесь на все чистенько ну все свое холодильник у нас прекрасно потому что сроки был очень маленький а может не быть я просто скажу за фигурой я творог с бананом у меня там ну вот помидорки и еще в филе куриное в морозильнике на этом я с вами прощаюсь а теперь джамаль наш иностранный студент первокурсник вам расскажет об общежитии здравствуйте меня зовут джамаль я прилетел из солнечного ташкента я студент первого курса факультета философии и социальных наук и сейчас я проведу вас в свой блог свою комнату покажу как все устроено и как вообще живут студенты этого общежития первые впечатления были потрясающие потому что когда я прилетел в минск непосредственно первое что сразу бросилась не в глаза а в нос так это воздух потрясающая природа и великолепная архитектура сразу покорили меня и мое сердце поначалу я терялся то есть плохо ориентировался в городе но благо администрация любила анатольевна и наш воспитатель анастасия николаевна помогли мне быстро сориентироваться и в принципе чувствовать себя комфортно уже через пару дней они очень доброжелательные очень приветливые то есть я не сталкивался с какой-то грубостью или агрессии в мою сторону по всем вопросам мне помогали меня направляли в принципе атмосфера дружелюбия всегда окружала меня с момента прибытия в минск сейчас я вас проведу как раз таки мы заходим да здесь много чем пахнет в 409 живут студенты из китая и они часто готовят какую-нибудь еду и каждый раз когда проходишь по коридору можно ощутить этот запах китайской кухни прошу проходите так выглядит блок сейчас я вам покажу свою комнату и вообще как она устроена проходите здесь имеется очень удобный шкаф где я расположил свою аппаратуру сзади шкафа я расположил свою гитару так как я музыкант давайте что-нибудь сыграть это мой китайский сосед на прибыл с китая его зовут перри доброе утро доброе утро здравствуйте да ну как как ему здесь а хауды лайк нишк аэнд вис хостел как он говорит небо очень голубое похвалил меня так вот выглядит наша кухня здесь мы обустроили все начиная от полок мы забили самыми необходимыми продуктами кофе в первую очередь масло мука сахар соль макароны здесь есть все для того чтобы питаться хорошо как тебе белорусские продукты белорусские продукты шикарные те же самые фрукты овощи здесь намного сочнее я не знаю как там какой-то вкус вот зима не вытащили понимаете вот прям сразу чувствуется помидоры так помидор здесь наши продукты такие как картошка морковка мы все кладем сюда здесь пока мы ничего не забили холодильник давайте покажем холодильник это наш холодильник так он выглядит мне очень понравился квас в принципе и производители то есть кваса здесь отличный то есть я сразу купил две баклажки вот так он выглядит на обед у нас вот есть такой вот замечательный суп который приготовил мой сосед макар хочу кстати отметить его потрясающие кулинарные способности да после армия как вы догадались это суп выглядит сейчас он может быть и не очень но на вкус он потрясающий да какой-то день я готовлю то есть например сегодня ужин буду готовить я нужно будет купить мне только говядину я буду готовить говядину с обжаркой в помидором девчонки белорусские они все потрясающие они все красавицы честно без преувеличений таких красивых женщин в принципе и девушек я не видел то есть я сразу обратил на это внимание в принципе мама наверно догадывается отлично пошли с мамой знакомить давайте везде знакомь нас да здравствуйте как вас зовут франческо я посчитала что для сына это очень важный период в его жизни и постаралась до конца исполнить свой материнский долг и оказать ему помощь содействие в обустройстве вода в адаптации поэтому помогаю ему всячески скоро время подходит мы его от моему отъезду поэтому но у меня волнения нет я настолько спокойно что оставляю его здесь потому что его окружают прекрасные люди прекрасные преподаватели наставники замечательные жители этого этого города я со спокойной душой скоро покину этот город и надеюсь что у него с учебой все будет замечательно